МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте. Епифанова Марина Анатольевна в 1983 году окончила Саратовский государственный педагогический институт имени Федина по специальности физика. Начинала трудовой путь воспитателем детского сада. Работала учителем физики, заместителем директора школы и уже более 12 лет трудится на должностях муниципальной и государственной службы. Имеет классный чин советник муниципальной службы третьего класса. В 2002 году была награждена нагрудным знаком почетный работник общего образования Российской Федерации. В апреле 2012 года назначена на пост министра образования Саратовской области. Приближается пора, когда выпускники будут сдавать ЕГЭ. Все школьники, как и их родители, боятся внезапных перемен. В прошлом году такие изменения были. Скажите, что ожидает ребят в этом году? Ну, действительно, экзамены мы все с вами сдавали, когда учились в школе. Поэтому это, конечно же, пора очень волнительная как и для наших выпускников, так и для их родителей. Наверное, именно поэтому, с учетом того, что мы большое количество получаем звонков, обращений и со стороны родителей, и со стороны наших выпускников, мы проводим впервые вообще родительское областное собрание в режиме видеоконференции, когда нас могут услышать абсолютно все желающие родители, находящиеся на территории Саратовской области, озвученные все вопросы, которые так беспокоят родителей, и в части перемен, и в части безопасности, и в части сроков. То, что касается перемен, таких грандиозных перемен в этом учебном году, в едином госэкзамене у нас не ожидается. Но все-таки хочу напомнить перемены, которые прошлого года у нас произошли. Это прежде всего то, что у нас математика разделена на два уровня. Это на базовый уровень и на профильный уровень. И как показала практика, это, в общем-то, вот эти изменения, это новшество достаточно, в общем, были поддержаны нашими выпускниками, потому что действительно, что говорит, для многих математика не является профильным предметом, то есть тем предметом, с которым в дальнейшем свяжет свою специальность наш выпускник. И поэтому для того, чтобы не тратить время, а сосредоточить время на тех предметах, которым необходимо будет подготовиться, как вступительные экзамены, поэтому я думаю, что это очень правильное и грамотное решение было принято в прошлом году. Кроме того, у нас было изменение относительно сдачи английского языка, тогда, когда у нас наряду с письменной частью появилась еще и устная часть. Очень хорошо и правильно, что сдача этих двух частей, их развели по дням, то есть это было не в один день. И те технические недостатки, которые, в общем-то, показала процедура прошлого года, они, естественно, будут максимально устранены в этом году. И это правильно, и это необходимо. И третье изменение – то, что наши выпускники впервые в прошлом году начали снова сдавать сочинения. Поэтому вот эти три основных таких глобальных изменения прошлого года, они перешли, естественно, на этот год. Марина Анатольевна, а вот как быть тем выпускникам, кто сдавал экзамен, например, в позапрошлом году, а решил поступать в ВУЗ только сейчас? Как Вы уже сказали, ведь раньше же не было разделений на базовую и на профильную части. Как им быть? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что теперь уже не первый год срок действия, результатов единого госэкзамена продлен до четырех лет. Поэтому, если, как Вы сказали, там, предположим, в прошлом году выпускник сдавал, то он может, естественно, еще воспользоваться своими результатами до 2018 года. Вот поэтому то, что связано с базовой и профильной, то здесь, естественно, если не нужна математика на профильном уровне, то, конечно же, ее не нужно будет пересдавать. А если математика нужна, то, конечно, нужно будет выпускнику прошлых лет этот предмет пересдавать. Марина Анатольевна, мы затронули тему сочинений, и обязательные сочинения для 11-классников они будут писать уже в этом декабре. Расскажите, это будут определенные темы, чем усложнится этот экзамен для ребят, и для чего, в принципе, это нововведение сочинений? Вообще, участие в написании сочинений является допуском для выпускников для сдачи единого государственного экзамена. Поэтому и срок, когда начинают выпускники сдавать сочинения, он определен в этом году 2 декабря. Хочу сразу отметить, что результаты сочинения оцениваются как зачет-незачет. Причем, если выпускник получает незачет, то у него еще есть две попытки пересдачи сочинения. Соответственно, после 2 декабря это будет 3 февраля и 4 мая. Но если мы возьмем результаты этого года, то у нас абсолютно все выпускники, которые сдавали сочинения по итогам трех попыток, они все его написали. Поэтому, в общем-то, здесь, я думаю, что ребята наши готовы. То, что касается вашего вопроса по поводу тем, конечно же, сейчас конкретных тем нет. Есть только 5 условных направлений, которые я сейчас уже могу озвучить. Это прежде всего год литературы, который у нас в этом году. И, естественно, выпускники должны показать, как они, в общем-то, владеют. Затем дом, путь, любовь и история. Поэтому вот эти 5 направлениях и будут, в общем-то, сформулированы темы. Темы узнают наши выпускники, как и все учителя, за 15 минут до начала экзамена. Все темы разделены на часовые пояса. Поэтому, в общем-то, здесь конкретно обозначить тему не представляется возможным. Многие не одобряют ЕГЭ, говоря о большом количестве вопросов тестового характера, где выпускник может буквально угадать правильный вариант ответа. Расскажите, претерпело ли изменение эта часть? Здесь отдельное спасибо за вопрос, потому что я, наверное, все-таки забыла об этом сказать в ответе на первый вопрос по поводу изменений. Так называемая угадайка, которую, в общем-то, многие критиковали, и наши педагоги, и многие родители возмущались, что иногда получается так, что ребенок, который не готовится, но угадывает правильный ответ и получает, естественно, большее количество баллов. Уже в прошлом году, вот после такой достаточно серьезной критики, уже по математике, литературе и русскому языку убрали предметы с выбором ответа. То есть конкретно, отвечая на вопрос, выпускник должен сам решать, сам сочинять и сам, в общем-то, показать знание того или иного предмета. В этом году к трем этим предметам добавляются еще четыре. Это будет история, общество знания, информатика и география. Теперь у нас уже будет семь предметов, которые в своем содержании не будут иметь вопросы с выбором ответа. Поэтому вот эта угадайка, которую вы спросили, она, в общем-то, у нас будет минимизирована, и, я думаю, уже год через другой таких вопросов вообще не останется. И тогда выпускники будут опираться только на свои знания, а не на интуиции. Расскажите, как сдают экзамены выпускники с ограниченными возможностями здоровья? Это у нас особая категория наших ребят, и хочу отметить, успокоить родителей, что действительно те дети, которые находятся на домашнем обучении, те дети, которые находятся на длительном облечивании в лечебных учреждениях, им, в соответствии с законом, позволяется создать особые условия для сдачи экзаменов. Есть разные варианты, то есть это может быть в зависимости от состояния здоровья, в зависимости от медицинских показаний, ребенок может сдавать экзамен как на дому, так и в отдельной аудитории в пункты приема экзаменов. Поэтому здесь, в общем-то, мы очень индивидуально подходим, вместе с медиками определяем конкретные условия. Время, конечно же, удлиняется до полутора часов с плюсом, наши дети с ограниченными возможностями, и, естественно, разрешается, в общем-то, прерывать проведение экзаменов на проведение медицинских процедур, если это ребенку необходимо. Марина Анатольевна, какие новые предметы обязательно у нас появятся в программе? – Я здесь, наверное, хочу успокоить, потому что очень много идет разговоров, обсуждений о том, что будут вводиться некие обязательные предметы. Здесь, в общем-то, где-то звучит предмет такой, как история, где-то звучит предмет такой, как английский язык. Сразу хочу сказать, что в этом году никаких добавлений обязательных предметов не будет. То есть останутся, как и прежде, два обязательных предмета – это математика и русский язык. Английский язык сейчас по плану у нас будет обязательным только для выпускников 11 класса в 22 году, для выпускников 9 класса в 20. Поэтому, в общем-то, об этом не нужно беспокоиться. То, что связано с обязательностью предмета истории, это тоже находится еще в стадии обсуждения. В этом году добавления никакого не предмирится. – Многие выпускники выдохнули после этой фразы. – Это самое главное. – Ну, а как быть тем детям, которые не сдали? Будет ли у них возможность пересдачи? – Да, конечно, будет возможность пересдачи. Она была есть, но здесь нужно понять, что пересдача дается только один раз за обязательный предмет. Если выпускник получает недовлетворительную оценку, вернее, недовлетворительную оценку, а не достигает необходимого количества допорогового значения, то у него имеется один шанс пересдачи. Предметы, которые по выбору, они вообще не пересдаются. Это только рассматривается для математики и для русского языка. В прошлом году основной этап ЕГЭ стартовал с 25 мая. В связи с чем был перенесен праздник последнего звонка? Скажите, в этом году повторится ли ситуация? В этом году ситуация не повторится, потому что, во-первых, у нас период единого госэкзамена, он разделен на два этапа. Это на досрочный основной. И основной период у нас начинается с 27 мая. Поэтому праздники последнего звонка состоятся у нас, как и положено, по привычной 25 мая. То, что касается расписания ЕГЭ, 27-го, как обычно, стартуют первые предметы. Ими является география и литература. И в этом году единственное, под общество знания выделили отдельный день сдачи. Потому что мы прекрасно понимаем, уже так сложилось, что последние годы большое количество выпускников сдает именно общество знания. Потому что этот предмет учитывается как профильный предмет при многих специальностях. Как и в экономические университеты, в политехнические университеты, в классические университеты. Поэтому, в общем-то, большим спросом пользуется именно этот экзамен. Для них будет отведен отдельный персональный день. Ну и многих волнует вопрос, что же с безопасностью во время сдачи экзаменов. Все так же строго. Дети сдают ЕГЭ в чужой школе под присмотром видеокамер. Да. Значит, здесь безопасность, она остается, в общем-то, по требованию, как и в прошлом году. Все наши дети сдают в пунктах приема экзамена, не в стенах своих родных школ. Кроме того, они сдают, естественно, под видеонаблюдение, в режиме онлайн причем. Кроме того, здесь нужно отметить, и я в очередной раз обращаюсь, наверное, и к родителям, и к нашим выпускникам, о невозможности использования сотовых телефонов. Потому что, в общем-то, вот эти шалости, вот эта вот надежда на авось, она очень серьезно подводит наших выпускников. И достаточно сказать, что, к сожалению, семь выпускников этого года потеряли возможность поступления, ну, естественно, пересдачи и поступления в высшее учебное заведение. И я думаю, что лишний раз, еще раз, необходимо родителям напомнить, ни в коем случае не брать сотовые телефоны на период проведения, на сдачи экзамена, когда дети идут. И самое главное, наверное, я хочу еще обратиться сейчас и напомнить, что в этом году выбор экзамена у нас до 1 февраля. Поэтому здесь нужно очень серьезно отнестись к выбору экзаменов и понять, что если после 1 февраля будут изменены какие-то, в общем-то, перспективы по сдаче, то внести изменения никому не удастся. И правильно делают наши дети, которые уже в 10 классе определяют, какие предметы необходимы для сдачи, на каких предметах они сконцентрируют свою подготовку, потому что это необходимо для дальнейшего поступления, для выбора будущей специальности. И в этом году особенно нужно очень хорошо подумать перед тем, как уже определиться с экзаменами по выбору. Это очень ответственный момент. Спасибо вам большое, Марина Анатольевна, за интересный разговор. До свидания. Всего доброго. А я напомню, что гостем в нашей студии сегодня была министра образования Саратовской области Марина Епифанова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин